Музыка Елена Макарчан ученица 9 класса школы номер 2 города Ниноцминды. Она очень любит танцевать. Как говорит она, танцы для нее это жизнь. Танцами занимается с детства. Танцуют грузинские, армянские и латинские танцы. Она участвовала во многих конкурсах и фестивалях, всегда занимала первые и вторые места, а также получила гран-при. Я учусь в Ниноцминской школе номер 2, в русской школе, в 9 классе. У меня очень мало свободного времени, так как утром я встаю в 8 утра, и уже в 9 я должна быть в школе, так как не надо опаздывать. Нужно быть ответственным, всегда идти прямо вовремя. И потом после 8 уроков, бывает после 7 уроков, я возвращаюсь домой, обедаю, и иду на занятия по математике. Я занимаюсь математикой. потом иду в музыкальную школу. После там у меня тоже там занятия, и после этих занятий я возвращаюсь домой, ужинаю и делаю домашние задания. После этого у меня, когда остается свободное время, когда бывает настроение, я занимаюсь вышивкой, вышиваю. Я очень люблю вышивать. Потом слушаю музыку, смотрю телевизор, разные новости, какие новости дают по телевизору. И так, и потом вот так проходит мой день. Когда мало уроков бывает, домашнего задания, мы с друзьями куда-то идем, гуляем, или в магазин идем. Как говорят одноклассники и одноклассницы, она очень хорошая, отзывчивая, всегда помогает в трудную минуту. Я подруга Елены. Елена очень хорошая, добрая девочка. Умеет хранить секреты. Если нужна помощь, она всегда нам поможет. Еще занимается танцами, грузинскими, армянскими, латинскими еще. И она очень красиво танцует. Еще она умеет петь. Очень красивый голос у нее. Уже 10 лет, как мы с ней учимся в одном и том же классе, я как его одноклассник хочу сказать, что она очень хорошая ученица, всегда поможет и очень хорошая подруга для каждого. По словам классной руководительницы, она одна из лучших учениц школы. Уважительно к старшим, добрая и внимательна. Елена является одной из моих лучших учениц. Не только класса, но и всей школы. Она человек надежный, хорошо организованный, ответственный. Ученица с хорошими способностями. Елена систематически, добросовестно готовится к занятиям. Интеллектуально развита. У нее разносторонние интересы. Увлекается музыкой. Хорошо поет. Блестяще танцует. Предпочтение отдает предметам гуманитарного цикла. Мы будем надеяться, что еще мы услышим о ее успехах и будем гордиться ей впеть. Это музыкальная школа. Она самая любимая школа. Я в эту школу хожу уже 7 лет. Я уже окончила, правда, но я ее, как и прежде, еще хожу, более люблю эту школу. Большое воспоминание здесь о моих учителях, какими они были хорошими, добрыми, всегда помогали мне, всегда приходили на помощь и всегда давали советы. Я хочу здесь поблагодарить мою первую учительницу по фортепиану Борту и Юришину. Она очень была для меня как-то второй мамой, сказать так. Здесь я также ходила на салфеджи, у меня была муз-литература. Здесь сначала танцевала армянские танцы, также латино-американские, сейчас танцую грузинские танцы и хочу продолжить с грузинскими танцами в дальнейшем. Также в этой музыкальной школе я в СССР уже ходила на танцы, сейчас тоже хожу на грузинские танцы и успехов у меня здесь очень много. А по танцам я уже который год хожу на фестивали, гран-при 1-1 раз выиграла также первое, второе места. А по фортепиано у меня разные дипломы за участие, за первое место. Были трудности правда, когда я сначала ходила, у меня не получалось как-то. Но благодаря моим учителям я уже очень хорошо могу играть на фортепиано. Когда какое-то мероприятие бывает, я уверенно могу сыграть что-то. Я буду заниматься танцами, а фортепиано не продажа, но я всегда буду играть. У меня не забудем. Одна из самых моих любимых учениц, я ее очень люблю, потому что очень хороший ребенок. Во-первых, очень умная, ответственная, дисциплинированная. Столько плюсов в одном человеке, просто не представляю. Уже окончила школу, окончила она отлично, но мы с ней до сих пор общаемся постоянно. За что она не возьмет, с нее все получается идеально. Также, когда я закончила музыкальную школу, я получила красный диплом за учебу, также я получила грамоту. Ну, танцы для меня это как-то вторая часть моей жизни, так сказать. Я без танцев не представляю свою жизнь, очень люблю танцы, все танцы, неважно, это грузинские, это армянские, для меня это неважно. Я считаю, что танцы играют большую роль в жизни человека. И они, также мы можем с помощью танцев, мы, у нас спортивная форма, фигура красивая, также мы с помощью танцев мы можем выразить свое чувство, с помощью мимик, с помощью всех этих движений. Правда, у каждого танца свои движения, своя мимика, и когда мы все это показываем, зритель тоже это чувствует. И с помощью танца мы выражаем это все и как-то показываем всю эту культуру народа, какая у них культура, какие традиции. Как говорит мама Елены, она с детства была необычным ребенком, послушная, активная. С детства очень любила танцы, еще очень маленькая у нас все видео есть, она любила танцевать, и поэтому я решила ее дать на танцы, но до этого с трех лет с папой они в шахматы играли, она ходила в шахматную школу здесь у нас, но потом по причине того, что музыкальная школа была параллельна с этим, мы вынуждены ее забрали с шахматов и отдали музыкальную школу. В музыкальной школе она всегда исполняла произведения выше своего класса, участвовала во всех фестивалях, во всех мероприятиях, у нее талант, коммуникабельность с людьми, она ладит буквально со всеми, и со старшими, и с младшими, учеба ей тоже в школе очень легко дается. Я не помню случая, чтобы она когда-нибудь пожаловалась на какого-то преподавателя. Если даже у нее какая-то заниженная оценка, всегда она говорит, что вот я виновата, нужно самой подтянуться. Я хочу хорошим врачом стать, чтобы лечить людей, быть полезным государству, для людей быть полезным. Мне очень нравится эта профессия. Субтитры создавал DimaTorzok